Да, всем привет, ребята! Мы продолжаем выпускать видео в серии шахматных рекордов. И сегодня у нас, скажем так, необычный рекорд с таким уникальным подходом. Ну, собственно, расскажет подробности Никита Петров. Да, всем доброго времени суток! Возможно, многим из зрителей этой рубрики, особенно тем, которые действительно интересуются шахматными рекордами, нам известно, что самая длинная партия продолжала в 256 ходов. Я надеюсь, что это правда, в противном случае я выставлю себя в не лучшем зрении. Ну вот, и казалось бы, это означает, что мало вероятно, что случались в шахматной истории партии, в которой одна фигура делала больше 100 ходов. На самом деле, таких партий было много, и вот в этом выпуске мы покажем наиболее радикальный случай. Черный король в этой партии сделал 123 хода. Ну да. Сколько партий было всего годов, и как именно это все произошло, вы сейчас увидите. Два рядовых турецких шахматиста, а в не менее рядовом турецком опене играли эту партию. Это советские шахматисты? Нет, это турецкие шахматисты. А, ну советские, ну ладно. Ну, на советских они не тянут, судя по фамилии. Ну, белые разыграли английское начало. Кстати, достаточно интересный вариант. Получилась самобытная структура. Объективно у черных не может быть ни одной проблемой тут. Я не ладежу, я не ладежу. Это, видимо, для всех шахматистов, где встречаются рекорды, ладежа один, это, видимо, очень характерный ход. Ну, объективно, белые не уравняли по дебюту, мягко говоря. Черные, может, не уравняли? Нет, именно белые не уравняли. Белые. Мы получили линию. Ну, все равно у черных хорошая позиция, но белые в некоторой степени консолидировались. Да, здесь уже все неплохо, но какие-то опять, если честно, не совсем понятные мне атаки. Кстати, заметьте, что пока черный король сделал всего один ход. Это ход 2-0, 9-й. Уже 26-й. Я уже 25-й. Даже 26-й. Ну, это 2-й, это 3-й. Мы будем считать... Нет, мы будем, нет, мы будем. Ладно, на самом деле, конечно, вы будете считать сами. Это интересно. Так, конь d4 интересный был ход. Это 6-й. Белые получили лишнюю биржку, но в целом позиция должна быть примерно равной, как минимум. Не совсем понимаю, почему нельзя взять на d2, но суть нашей рубрехи не в этом. В общем, получился такой вот абсолютно ничейный эндшпиль. Как белые могли его выиграть, это не совсем понятно. Вот Магнус, Магнус Карлсон вдохновляется, когда смотрят такие партии. Ну, понятно, белые начали толкать вот эти свои две связанные проходные, но не выглядят убедительно. Вот черный, обратите внимание, черный... А, слоней 5, интересное решение. Обратите внимание, у черных осталось всего 2 фигуры. Это конь и король. Это означает, что шансы, что король будет ходить, много увеличиваются. Да, но попытка разменять пешки... Ну, между прочим, очень интересный эндшпиль, как он оценивается, как думаешь? Я думаю, ничья. Я думаю, что ничья. Ну, идея в том, что, наверное, нужно пойти h4 и выиграть последнюю. Вот это уже хорошо добил. Смогли заблокировать эти пешки. Вот это уже выигранная позиция. Да, то есть конь h3, я бы еще немножко посопротивлялся, но все равно придется отдавать коня. Ну, и обратите внимание, 66-й ход на доске. В принципе, чтобы в этой позиции замотовать, нужно, ну, не более 40 ходов. Теперь посмотрите, что произошло в парте. Техника мотования тут, наверное... Да, техника мотования тут, конечно, на грани фантастики была. Так, почему бы пешки? Нет, дело в том, что... В том, что делать белый, есть смысл. Обычно, когда, например, цвет нот, или ты не уверен... Время набиваю. Эти пешки лучше не брать. Потому что пока пешки не взяты, не начался отчет 50 ходов. Ну, вот здесь он начался. То есть 80-й ход. Сколько нужно, чтобы замотовать? 20? Ну, 35. Это в самой худшей позиции. Это довольно плохая. Я думаю, здесь ходов 30. Ну, хорошо. 30. Примерно 30 ходов. Так, ну вот... Как называется там правило мотования? Ну, W-образные маневры называются. Но белые здесь явно не были в курсе. Например, вот эта позиция уже легко выиграна. Белые продолжат делать бессмысленные ходы. И пока не получается даже оттеснить короля на край доски. Так, ну, тем временем, кстати, уже начали считать. И сколько? С 80-го? Сейчас я скажу момент, когда будет 50 ходов. Ну, упорно сопротивлялся. Вот, оказывается, король на край доски. Вроде бы прогресс, но на самом деле нет. Нужно вверх, да? Вверх него ловить. Так, где угодно. Вот здесь 50 ходов. Здесь черные могли потребовать ничью. Но, видимо, черные не знали об этом правде. Поэтому продолжили станции. Нет, мне кажется, черные вот конкретно в данном эпизоде последовали примеру Пети Андреева. И соперник, наверное, уже предложил ничью. И они в упорно. Нет, я играю в паспорт. Здесь, кстати, было троекратно. Да. После король 2-4. Но... В общем, белые не добиваются сколько-нибудь значительного прогресса. Но вот обратите внимание. Уже чуть-чуть. Чуть-чуть. Король, черный кроль, черный кроль, кто не гнал. Он просто сам забрал вот эту клетку. И белые воспользовались этим шансом. Чуть-чуть отрезают, да? Да. И наступил коллапс. Творческий. Победа. Таким образом, черный, белые потратили на матование ровно 95 ходов. Ну, техника... Нет, 93, прошу прощения. Техника, наградная фантастика. Кирилл, мне кажется, что главный вообще посыл данного ролика, в том числе тебе, учись сдавать этот мат. Иначе когда-нибудь ты можешь оказаться в такой ситуации. Нет. Ты же не хочешь попасть в книгу шахматных рекордов. Надеюсь, что нет. Нет, спасибо. Это слишком тяжело для меня. Да, ну, всем спасибо за внимание. Надеюсь, это будет получительным примером того. Да, напомню, что черный... Партия продолжала 174 хода. Черный сделали 173. И 123 из этих 173 сделал черный король. Ну, процентов 70 получается, да? Примерно. Да, ну, всем спасибо за внимание. До новых встреч.